Артур очень любит спорт, говорит его мама. В школе среди всех предметов физкультура у мальчика на первом месте, а уже после математика и окружающий мир. Занимался греко-римской борьбой, потом перешел в смешанное единоборство. Летом загорелся паркуром. Мама, по-моему, смотрела Инстаграм или что-то. Мы с мамой наткнулись, по-моему, на уроке паркура. Я захотел 4 занятия. Мне исполнилось 8 лет. Подарок были денежки. Я захотел их потратить на 4 урока. Мы пошли заниматься. Паркурил Артур один раз в неделю. Занимался с огромным удовольствием, интересом и азартом. После третьего урока единственные упражнения, которые разрешено делать мальчику, это лечебные. В контакте путь рейсера, называется, паркур. Зову тренера Зубков Илья Васильевич. И тренер, у него много детишек было в этот день, и у него был свой напарник. И он наших детишек маленьких, которые мало занимаются, отдал своему напарнику. А сам занимался со взрослыми детишками. По словам мамы, мальчик, несчастный случай произошел именно на этой спортивной площадке на набережной за Соковским мостом. Артур не сумел схватиться за перекладину, пролетел и упал на спину. Как поясняет мама, тренер только поинтересовался, что случилось. Решив, что ничего страшного не произошло, ребенок продолжил занятия. Тренировки ушли раньше. Артур говорил, мама ничего не болит. Позже врачи диагностировали мальчику компрессионный перелом третьего позвонка. Было больно так себе, но вот было такое чувство, как будто встряска всех органов. Я пошел к маме отдышаться, потом к нам подошел тренер, спросил, все нормально? Мы ответили, что я не мог говорить, дышать, но я разговаривался, раздышался. Артура перевели на домашнее обучение. До декабря постельный режим и минимум движений. Регулярные упражнения и массаж. Вставать можно будет только при помощи костылей. С тренера мамы мальчика вела переписку. Она требует оплатить стоимость лечения и реабилитации. Им вернули деньги за одно занятие. Май с помощью учитель по паркуру предложил несколько хороших реабилитологов, которые могут провести консультацию онлайн. Я хочу, чтобы его привлекли к ответственности. Потому что это все-таки дети. Это жизнь все-таки, а детей. В городской администрации нам уточнили, что в спортивных школах отделений паркура нет. Комитет молодежной политики МБУ «Восток» подобные тренировки не проводит. За согласованием в проведении тренировок на набережной обращений также не было. Кроме того, мама мальчика рассказала, что никаких документов тренер не предоставил. Я самозанят, и по закону лицензия мне не требуется. Невозможно согласовать занятия на всех спортивных площадках города. И, насколько я знаю, городские секции также спокойно могут тренироваться на улице. Я с самого начала сказал, что ребенку нужна онлайн-консультация нормального реабилитолога, потому что я не уверен, что у нас в городе есть такие специалисты. Лучше, чтобы ребенка проконсультировал врач из города-миллионника, у которого часто такая практика. Яна Ведерникова, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова